Если вы дальше будете давать дочери деньги, она вас начнет понравить. Она уже вас не любит. За то, что вы слишком много, о ней не заботитесь. Дайте ей возможность жить по-самому. Она взрослая, она замуж вышла. И поталкует. Ну, а что-то они живут вместе хотя бы. Потому что они не женаты. Если я эти свои бывать, она взяла себе кредит, который я покупала. Меня матерь вела в 17 лет. Отец был в армии, пошел в армию. Она работала в сетке. Кормила меня. Потало на жизнь чуть-чуть. Вела как могла. Родители помочь не могли, были бедными. Она просто вот... Оставала меня с братом, со своими. С родным братом, с моим дядей. Пока она, дядя тоже был еще совсем длинный, не был в 14 лет. Он со мной сидел, пока она работала. Потом она домой приходила. Вот так, то есть, жила. Ваша дочь с 20 лет, она взрослая. И есть в своей квартире. В своей квартире подарили, да? Ну, вот она там ходила. Я и говорила, что она там жила, а она хочет, чтобы я продала и дала ей деньги. Я обижаю, что я так не делаю. Значит, вам такая практика по утрам. Каждый день, 15 минут. Читайте сказку, а работируй. Александр Сергеевич Петушкин. У самого синего моря жили старик со старухой. Пожалуйста, каждый день, 15 минут. Через несколько дней до вас дойдет, что это ваша сказка сейчас. Ваша. Только вместо старика вы, а вместо старухи ваша дочь. Вы кормите сейчас ее ядом. Вы подарили ей квартиру. Запомните, мои дорогие друзья. Если вы что-то кому-то делаете слишком много, незаслуженно, вы человека портите, а это очень плохо. Я вот так благодарен своим родителям, что они мне никогда не портили, никогда не давали лишних денег. Я в институте сам зарабатывал. Работал сторожем, сборником. Судно поносил, медбраком работал. Теперь на первом курсе. И вот так классно, что у меня родители меня просто отпустили в свободной плавне. Мне квартиры никаких не покупали. Ничего вот этого не делали. Яд в мою жизнь не впрыскивали мои родители. Я так им благодарен за это. А вы сейчас впрыснули яд своей дочери в ее сердце. Вы сначала ее обусловили деньгами, которые она никогда не зарабатывала. А потом она эти деньги присвоила и говорит, теперь мне вот эти деньги наличкой. Я на них буду с этим пареньком жить несколько лет, балдеть и ничего не делать. Это нормально? Вы на кого квартиру списали? На себя? Слава тебе, Господи. Пожалуйста, не переписывайте на никакие у меня квартиры. Никаких обстоятельств. Хорошо? Никаких денег им не давать. Я вообще по каким-то временем чувствую, что я все делаю, а кто как хуже все становится? Вот. Вот. Видите, это опасно, деньги опасны. Конечно. Какие отношения? Кажется, мы просто знаем, что мы сходим, 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 что мы сходим. Я больше плановлюсь, я всех понимаю, я тоже власть власть власть. А люди все равно расслабляются как бы. Вот. Не расслабляйте любезно. Строгость иногда нужна, строгость. Хочется же так лучше. Лучше? У меня в последнее время мама обижается, муж обижается. Мама, ладно, мама, ладно. Мама старенько помогает. Муж, что, тоже его надо кормить? Нет, не по поводу денег. Он просто как бы со всеми, как бы всем отдает. Он приходит домой, как сказать, он вакуум уже. Он приходит, он завет на вакуум, что ли, он все начинает себя всаскивать автоматически. Отдавайте ему, заботитесь о мужа, это ваш долг. Помогайте ему, если он устал с работы, помогайте ему. Дочке помогайте советом, добрым словом помогайте. Доченька, скажите, возьми взаймы у друзей. Один раз дайте, если, они говорят, вот до первых зарплат, ну дайте до первых зарплат. Займы. Ответственность, чтобы люди за деньги ответственность чувствовали. Не взрослые. Пускай чувствуют ответственность. Не балуйте своих детей. Не разрушайте их в жизни. Человек должен привыкнуть к тому, что ему надо самому заботиться о своей жизни. Там же просто есть такие родители, у них какая-то особая незаконность. Поэтому то, что он говорит меня, его родители любят больше. Люди вот такие, они во мне заботятся, вы не заботитесь. Но это манипуляция, я понимаю, что там нет. И поддавайтесь. Если родители любят больше, тебе хорошо, обращайтесь к ним. Иногда строгость помогает. Иногда нужно немножко на дистанцию быть со своей дочерью. У вас по судьбе с дочерью идет разлука. Уже сейчас. Причина разлуки, то, что вы ее разбавили. Но она может быть больше, эта разлука, ее меньше. Гнев дочери на вас обрушится в ближайшее время. 100%. Причина – это яд, который вы впрыснули в нее своим чрезмерным заботой своей. Это касается всех людей на земле. Надо быть осторожным. Осторожным. Если дочка находится в настроении слуги, она как бы… Вы ей даете квартиру, она говорит, не надо, мама, мы сами заработаем. Там дали квартиру, она очень благодарна, ничего не требует, не хочет. А если она в потребительском настроении находится, вы даете квартиру, она говорит, мало, давай мы продлинуем, давай бабло больше. Это значит, что дальше, если вы ей не будете давать, она войдет в гнев. Она уже сейчас гневается на вас. Это она считает ваши деньги своими. Знаете, можно обусловиться так. Можно что-то заврабатывать, а близкие считают, что он обязан им платить. Такое может быть, знаете, как работает сознание людей. И сейчас вам надо краник закрыт, потому что гнев вашей дочери вы получите обязательно, уже обязательно получите. Но вопрос сроков. Чем больше вы ей даете денег, тем дольше она будет на вас гневаться. Потому что она будет хотеть больше и больше, и вам все равно придется рано или поздно остановиться. А если она уже манипулирует чужими родителями вами, то это оскорбление. И вы должны уже сейчас проявить твердость духа по отношению к ней. Раз они лучше, но хорошо, тогда, доченька, тогда пускай они тебе помогают в жизни. Просто видите, они перестали платить за квартиру, на меня уже подали этот, так сказать, суд за ним вкладки, а вот эти долги потом плачут просто так. Вот, видите, еще одна ситуация вскрылась. Значит, тогда вы селяете их с квартиры, раз на вас подали в суд, и туда заселяете других людей, которые будут окупать эту квартиру. Видите, вы раскручиваете сами ситуацию, вы мне не все говорите. Ваши дети на вас в суд подали? Нет, они не платили, ну, судовая эта компания, как бы. Ну, то есть опять манипуляция, видите, ваши дети не хотят платить за квартиру, и вас подвели под носы, да, уже? Ну, значит, вы селяете их оттуда. И так будет еще дальше хуже, дальше еще хуже. И вы сейчас свою дочь делаете браком себе. Она манипулирует вашими деньгами, она говорит, давай, как делают родители. Сейчас ты, мы не платим за квартиру, тебя будут судить. Ты плати. Давай нам на хлеб, плати за квартиру. Значит, я буду судить. Это что такое? Как друг себя ведет, нет? Это друг? Ваша дочка вам друг? Нет. И она будет еще хуже врагом, если вы продолжите эту тему. Я это уже вижу. Вот вы мне всех деталей не говорите, а я уже вижу. Я чувствую эту девушку, я вижу, как она к вам относится. Она уже вас ненавидит. Нам надо остановиться. Потом она отрезвеет, она скажет, мамочка, простите. Через пару лет, не раньше. Сейчас у вас очень плохой период в жизни идет. Вы правильно сказали, что сейчас все на вас взлятся в такое. Это так бывает в жизни. Но вам надо это пережить. Но нельзя идти на поводу у людей. Надо это испытание пройти. Два года еще в сентябре. Да, правильно говорит. Ну чуть меньше, где-то год, девять месяцев испытания с дочерью. А если вы будете дальше идти на поводу, она на всю жизнь может стать врагом. Надо сдать этот экзамен сейчас. Нельзя идти на поводу у них. Надо им сказать, платите за коммунальные услуги, за свои. Берите за им кредит, берите, платите за коммунальные услуги. Иначе я вас выселяю из квартиры. Накажите их. Если вы не будете их наказывать, будет только хуже. Потому что они уже совершают оскорбление на вас. Обращаюсь ко всем. Вот как вы думаете? Вы дали своей дочери с ее мужем квартиру. Если они не платят на коммуналку, и на вас подают в суд. Как вы думаете, что вам сделать в этом случае? Выси, выси. Выси, выси. Выси, выси. Выси, выси, выси. Не, не выси, поговорите. Поговорите. Она поговорила, дочь говорит, давайте еще наклеить. И квартиру продавай. И давай бабло. Вместе стою и сюда. Вместе, конечно, срок нужно. Может, не будет всю жизнь кормить. Так дело не в этом, понимаете. Дело не в том, будет она кормить. Это как бомжи таких кормят. Дело в том, что они сейчас делают по отношению к своей матери. Да не в незаконном браке. Вот, а получается, мать вам прощает этот пар. Ну, это там незаконный брак. Бог с ним. Я сейчас не об этом говорю. Это не самое. Ну, не пожили, поженились с Фатумом. Это не проблема. Проблема сейчас другая. Это яд, которым мать кормит своих детей. Мать не бросает детей, никто не бросает. Вы говорите, по закону, что ли, она не бросает? Спасибо. Вот моя хорошая. Она продаст квартиру, они ее возненавидят еще больше. Надо им вставить срок, условия. И она должна выполнить это. И они должны выполнить твой случай. А если они не хотят, то сейчас... Значит, тогда надо их пометать оттуда. Милицию вызов. Милицию вызов. До свидания. Это тоже брак. А? А я из брака. Она уже брак. Все. Можно я вам скажу? Да. Мои семьи, такая же ситуация. Моя мама с браком. Значит, она купила им квартиру. Они стали делать ремонт. Еще взяла ипотеку в кредит. Они там все разломали. В итоге пришли к ней жить. Живут уже 10 лет. Она платит ипотеку. Она в лице не редко. Она платит ипотеку. За две квартиры в коммуналку. Никого теперь селить туда не можем, потому что там все разломано. И в итоге она сейчас валит себе куриные шейки, потому что у них денег нет. У нас есть взрослые люди, работающие, но они говорят, у нас денег нет. Они выпивают, но денег у них нет. Они покупают сверху, но денег у них нет. А на это селить на улицу не может. Точно так же. Сначала оставьте условия. За месяц должны выплатить коммуналку. Не выплачивают. Вызывают в милицию. Выселяют. Все. Вы уже испортили с дочерью отношения. Все. Вы ее разбалывали. Вы думаете, что если вы сейчас ей все оплатите отношения, улучшите, она вас будет еще больше не просила. Не балуйте деньгами своих детей. Это для всех. Почему открытая консультация? Чтобы вам всем было понятно, что будет дальше. Не балуйте. Не пойти ядом своих детей. Этот яд потом вам вернется в вашу жизнь. Это станет врагом потом дочь. Понимаете? Она возненавидит. И чем больше ей давать, тем больше потребностей, тем больше претензий. Представляете, ее... Ну, парень звонит маме и говорит, ты чего не кормишь свою дочь? И ей нечего сказать этому парню. Надо сказать, это ты, блин, урод. Мою дочь взял и не кормишь ее. Ты чего ее взял? Для себя ей празднует. А? Пусть отдают обратно. Дед, сиди из квартиры, я буду кормить свою дочь. С тобой. Почему ты взял ее замуж и не кормишь? Не урод, конечно, но по-доброму. Говорят, мы ищем деньгами. Мы ищем год. Это просто раз. Я поэтому говорю, два грудных ребенка вместе начали жить. Мама, давай, иди мне. Моя хорошая, ваши советы мы уже услышали достаточно. Все. Да? У меня короткий вопрос. Сейчас буквально еду в опросе. Дочь звонит. Мама, спроси, пожалуйста, Олега Геннадьевич, она у нас тоже знает. В общем, это вы своим временем мне помогли. Жизнь мне очень. Спасибо большое. Мне все хорошо. Второй раз замуж вышла. Отлично. У нас вентилятор пошел, да? Да, да, да. В общем, у меня такой вопрос взять на ходе, третий раз подряд за обниму. Вот сейчас, подожди, сейчас проверим. А, подождите. Вот сейчас чувствуете как дышать? Да, правда. Вот включаю вентилятор. Другую сторону нужно повернуть. Уже стало. Такое тоже может быть. На выход, на выход, до воздуха. Да, тоже такое может быть. Вы, вы, вентилятор, сейчас, сейчас мы проэкспериментируем. Сейчас лучше стало? Да, теперь разворачивай вентилятор, разворачивай и на выход туда, на вытупку. Правильно договорил. Потому что воздух оттуда идет, там же. Его разверни, чтобы туда тянуло. Да. Развернул. Сейчас как? Сейчас, подождите немножко, подождите. Все, пошел воздух, смотри. Да? Пошел, да? Все, отлично. Прекрасно, прекрасно. Вот это то, что надо делать. Спасибо вам большое. Все, спасибо администраторам, которые нам дали вентилятор. Мы теперь будем жить. Я чувствую тоже воздух, мне тоже любят. Сейчас, смотри. Очень хорошо. В общем, вопрос такой. Вы извините за мои эмоции, там, где женщина? Слышите, за эмоции извините, пожалуйста. Как бы, ну, строгость нужна сейчас. Ваш ребенок переступает, только пошел переступать черту. Нужны срочные меры, чтобы ее остановить. Срочные меры. Это строгость. Это лекарство, которое сейчас спасет вашего ребенка. Да? Муж дочери нашел третий раз подряд за вот этот месяц нательный креск на земле. Вот идет, да, сработает. Смотрю, да, креск лежит на теле, на велочине. Ну, 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 ну. Я сначала даже попаялась, потом взяла, отнес к рамку. Сейчас, потом серебряную нашел. И вот сейчас идет третий раз. Ну, это же классно. Ну, пусть наденет, Бог, наверное, и подсказывает. Надевай крест, гад. Сколько можно уже. Вот тебе крестик одевай, он медко отнесу туда. Он тебе еще оден. Четыре раза, короче. Сколько можно. Пора уже надеть ему, передать ему. Хорошо, передать ему передам. Спасибо большое. Все. Садитесь, вопрос, да, ваш. Вы, если мы с вами говорили, девушка, с вами говорили, нет еще? Хорошо, садитесь. Я хотела спросить, мой муж сейчас находится на войне? Ой. Я хотела спросить, ну, или это мужчина? Ну, здрасте. Есть ли исключения? Муж находится на войне. Если вы говорите со мной, то... Вопрос неуместен, муж находится на войне. Мой и не мой, разберетесь позже. Сейчас, значит. Вам говорю, как надо делать. Записывайте. Да, записывайте. Поставьте на запись. Через 11 дней, 4 дня опасность для жизни. Нужно молиться постоянно. Это от сегодняшнего дня мы говорили. Завтра, дальше через 36 дней, 36 дней, 35 дней. Через 35 дней начинайте молиться. Три дня опасность для жизни. Надо повторять Аллилуйя просто и славить Господа и мысленно говорить это для мужа. Спокойно. Через... Так, все, моя хорошая, вы молчите. Через 2 месяца и 2 дня на неделе опасность для жизни. Молитесь, моя. Вот в ближайшее время вот такие опасности. Я этого не могу вам сказать, отпустят или нет. Вероятность, что отпустят, где-то 30% Скорее всего, нет. Значит, опыт такой. Очень много людей обращалось женщинами. Некоторых я свежу даже, просвеживаю. Есть определенная статистика. Если женщина молится вот эти опасности, периоды, даже человек чувствует, там, рядом взорвалось, там, еще что-то. И она отмаливает. Вот все, кто молится за своих мужей, у всех мужья остаются живы. То есть, есть мужчина, да, сейчас. Вы там поссорились, допустим, он ушел на войну, там. Допустим, вы не чувствуете, ваш это или не ваш. Да? Вам нужно сейчас за него молиться. Это ваш долг. Понятно? А потом, когда вернется, будете уже решать. Будете вместе или нет. А сейчас нам за него молиться. То есть, да, я не с себя беру, чтобы вы были в любом доме с одной, а вы, может, на самом деле, оказаться? Вам сейчас не надо думать об этом. Судьба действует через любого человека. Возможно, картовый опыт толкнует на это. Но это не имеет сейчас значения. Имеет значение, что ваша молитва должна спасать ему жизнь. И это очень сильно работает, поверьте мне. Я просто много примеров знаю. Я знаю, как у меня один случай был. Там, понимаете, опасность для жизни, она в процентах выражается. Вот у него, у этого человека, примерно каждый раз, ну, примерно 20-25 процентов риска гибели. Это очень высокий процент. Но он не смертельный. У одной женщины был риск 40-45 процентов. И я уже думал, что вряд ли она сможет справиться. Так она так включилась с молитвы, что его вообще отпустили оттуда. Я не знаю обстоятельства, то ли его ранили там чуть-чуть, или что-то произошло. Но его вообще отпустили. Он вернулся домой. Она взяла, начала молиться, и все. Другой случай. У женщины призвали мужа, и она начала за него молиться. И она так сильно молилась, что когда он туда приехал, они его назад отправили домой. Я не знаю, там причина какая-то, но они на него, посмотрите, нам не нужны дети. Да я вам реальный случай рассказываю. Много таких интересных случаев, как молитва работает вообще. Поэтому молитесь, Бог испытывает вас на прочность. Пытайтесь сокровить жизнь своей близки, когда они находятся в опасной ситуации жизни. Хорошо? Учитесь верить в Бога, учитесь этой силе. Ваш вопрос, мужички? И когда женщина, мужчина ушел, слышите, еще раз добавляю вам, если мужчина ушел на войну, а женщина начинает думать, мой это человек или не мой, это предательство и очень жестокое. За него ответ будет очень суровый для женщин. Очень суровый. Поэтому мысли какие-то пускать нельзя сейчас. Вы не имеете на них права. Хорошо? Здравствуйте, Алик Георгиевич. Успоминь, 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 хотел спросить. Хочу, ну, в этом году, месяцем три назад, подумал, что я разрешу себе. Хочу написать некий трактат, взяла мысли, взяла мысли трактат, и просто такой вопрос. Мне нужную информацию стоит где-то искать, или просто слушать ту информацию, которую мне Бог направляет, дает, куда вектор, куда это будет идти. Мои хорошие, если вы что-то решили написать, то что из этого получится, мы не знаем. Ну да. Ну, надо писать, а там Бог откорректирует. Написали одно, написали второе, потом написали, потом еще что-нибудь написали. Я первую книгу свою, которую написал «Время. Режим. Дня», я ее переписал восемь раз. Ну, что-то потом она заняла в конкурсе нравственной книге первое место в свое время. То есть, ну, пишите, просто пишите, старайтесь, а там уже Бог решит, что с этим делать. Мужчина сзади. «Все, мужчина сзади». «Все, мужчина сзади». «Все, «Здравствуйте, Алина Геннадьевич. Пожалуйста, задал вопрос личного характера. Позвольте, есть ли возможность вернуть девушку? Видите, какой хороший парень, да? Хочет девушку вернуть, это же хорошо. есть ли возможность это сделать? Девушка, что это сделала? Куда сбежала? Все было нормально. Полтава, мы общались. Общались, не жили, общались. Общались. Я сделал предложение, она согласилась, мы позвуходили с ее родителями, все было согласно. Присылать больное послание и сказала, что я ей некуда не нравился, если бы это все была ошибка. Можно ли говорить, что это девушка есть? А зачем, может быть? Зачем мне такую девушку возвращать? Вы выпиваете, нет? Курите? Разраком занимаетесь? Женщиной? Парень, да за таких парней надо вообще просто полцарства отдавать сразу. А вы за какой-то дурой хотите ее возвращать? Да пусть она валит на все четыре стороны. Шутка. Ничего себе шутка. Нельзя ее возвращать. Вы сильнее женщины должны быть. Зачем придурочную возвращать назад? Надеться, нормальную девушку. Смотрите, сколько девушек нормально. я вас могу сейчас прям познакомить. У меня тут знаете, сколько девушек хороших сидит? Спасибо. Не унижайтесь никогда, не унижайтесь. Станьте мужчиной. мужчина может стать достойным, только если он удержит этот удар. Если женщина говорит, я пошутила, замуж на тебя не пойду, нельзя такую девушку возвращать. возвращать. Зачем ее возвращать? Она потом поживет, родит ребенка, скажет, я еще больше пошутил. Не твой ребенок. Зачем, если у человека слабо разно, зачем ее возвращать? Я вижу эту девушку. Она не принесет вам счастья. Это ложная красота. Видите красоту, ее сейчас вспоминаете? Это ложная красота, это приманка. У вас будет хорошая жена. Сейчас Бог вас испытывает. Но вы должны стать сильными. Не надо зависеть от женской красоты. Станьте сильнее от женской красоты. Пытайтесь стать сильными. Не идите на поводу предателей. Предательство бывает очень красивым. Самый опасный яд это сладкий яд. Ты его пьешь, он сладкий и потом ты умираешь. станьте сильнее. Примите вызов Богу. Бог вызвал вас на вашу силу. Он испытывает вас на силу. Не возвращайте эту девушку. Она недостойна вас. Вы не цените себя. Таких мужчин очень мало, что не пил, не курил, цветы всегда дарил. Те, что мало называл, вы стыкном равнодушны в компании не слушаем, потому что полный красивый людьми. Их очень мало. Все, поэтому до свидания. Нам такие девушки нужны. хорошо? Молодец. А если она захочет вернуться, подумайте, пообщайтесь с ней, спросите, почему ты сказала, что я пошутил. Узнаете все. Но она не захочет. Я больше вам скажу, вы ее не сможете вернуть. Потому что это не ваш человек. Вашу девушку вам бы удаст через полгода. Если вы сейчас примите мой совет, пересадите в ту сторону смотреть. Через полгода будет хорошая, верная жена вам. Ну как и жена, сначала девочка, потом прийти общаться. Полгода вам испытательный срок. Нормально? Решили вопрос? Ваш вопрос? Я болею и могу ли есть у меня шанс вылечиться этой болезни? Давайте после лекции. Я не смотрю сейчас вам раз болезнь вылечит. Надо поговорить. После лекции подойдите поговорим, посмотрим. Может что-то я посоветую. Может быть я не знаю. Болезнь это непростая вещь. Сзади вот желтая девушка. Здравствуйте, Леонид Ильич. Хотела спросить у вас про свою дочь мне 10 лет по здоровью. У нее слабое про прощение. Воспружение у нее сильно. тошнит ее, да? Ну вообще у нее хашлял начался. Какую непонятную природу начали обследовать. Анализы нормальные, воспаление никакого не показывает. И вроде как энергически становится. слабое слабое видела. Как раз препараты принимали и пропалилили. Посмотрите, послушайте меня. У нее очень низкое мозговое прощение. Слабое. Бывают такие синдромы, когда из-за низкого давления у человека идет рефлекторный кашек. Это рефлекторный кашек. Мне нужна фотография, конечно. Если вы завтра принесете мне фото, я вам скажу, есть ли инфекция вирусная или нет. Но я не вижу сейчас через вас, чтобы у меня была инфекция. Я вижу, она иногда голова крутится у нее, снижена пикит, ей тяжело кушать. Так? Она в целом ослаблена, встает с постели тяжело. Ну как да, в первую смену допустим учиться, если тяжело, то есть хотя бы в целом содержиме есть. Ну так все нет, не говори, так так можно. А с телефона можно подождать? Можно. После лекции? Может сейчас подождите. Я вижу так, у нее снижено кровопрощение в зоне, которая регулирует дыхательный центр. Ну дыхательный центр ослаблена функция. это глухой мозг и там снижено кровопрощение. А слушайте, что это делать? Давайте я посмотрю. Выключайте свои... которые ... снижены ... Можете завтра, сегодня сфотографировать вечером и завтра принести мне еще одну. То есть то, что я вам сказал, это 100%. Исключить вирусную инфекцию не могу сейчас, но то, что в ней гипоксия глубокого мозга, это 100% факт. Здесь 50 вариантов. Что сделаете? Если фундаментально подходить к вопросу, то надо в бассейн ходить, плаванием заниматься и просто брать статическое напряжение и раз в 5-6 дней ходить, часа по 2-3 снега, где-то на 5-2. Ну вообще много гуляем, не много гуляем. Не-не-не, не много гуляем, непрерывное движение должно. Часа 2. Два мало, часа 3-6 дней. И в бассейне плавать 70 минут, где-то раз в неделю. Можно пойти на массаж параллельно и массировать воротниковую зону, заправочную зону. Вот здесь все хорошо промять, вот промассировать. Вот это можно сделать. Можно и лукаврами сделать курс. А можно узнать, от чего у нее появилось результат? Андрей, ты где? Слушай, может займешься этим людям? Ну вот у девочки просто у нее на третьем слое два блока с отлично-динамическим блока. Они дают снижение мозгового кровообращения у нее и у нее рефритурный кашляет. Нужно, ну как бы, дать ей упражнение, может крафт привязать. В общем, это мой ученик, помощник, подойдите к нему, он вам все поможет. Можно я еще спрошу про учебу, вот ей тяжеловато учиться, а не учиться? Вот все это из одной тени. Ей тяжеловато учиться, потому что снижение мозгового кровообращения. То есть, как бы ее не напрягать? Надо вылечить, просто человек, и не напрягать. Хорошо, спасибо. Ваши вопросы. Здравствуйте. Вопрос у нас следующий. По поводу питания. Вот я за полгода уже не ем мясом, и у меня пошла сливка на листах. Это все, потому что мясо не будет. С мяса начать и с сыпь пройдет. Есть такое, как он вроде придерживается вашему питанию? Причем тут мясо, да? Нет? То есть, очистка просто так идет? Нет, просто есть вот это, надо изучать мою методичку. Есть блоки, понимаете? То есть, на втором слое психическом, который отвечает за эмоции человека, у вас два блока. Один, я называю динамическим напряжением, другой токсинным. Два этих блока, они дают определенное воздействие. То есть, эмоциональные, когда эмоции страдают у человека, это влияет на слизистые оболочки и кожу. Сейчас плохой идет период, вас перегревают. То есть, вам тяжело переносить это лето, например. В целом, чувствуете эмоциональную, ну как бы, перегрузку такую. И, когда токсины поражают человека, то очень большое значение имеет вечернее питание. Например, вечером нельзя наедаться там зерновой, бобовой пищей, молочной, сладкой. Можно овощи, сухофрукты, фрукты, зелень, есть орехи. Ну, то есть, идет определенное поражение организма по средствам оболочкам и кожи. Причина – это блоки, которые сейчас формируются в вашем организме из-за перегрузки эмоциональных деятельностей. Ну, то есть, эмоции нагруженные, и они дают срыв вот такой. Это в целом, как бы, ну, как бывает, когда идут плохие периоды в жизни. Вот сейчас такой плохой период, он начался 3,5 месяца назад. Вот до этого все нормально было, а потом вот раз и пошло. Поэтому надо просто очищать организм, нужно длительное движение. И пост на воде суточный. В понедельник. В понедельник? В понедельник. В понедельник на воде постится в этот день, в понедельник. То foreign Вы тогда будете убирать вот эти токсины. Или можно баню в то Tyler Peeferем. Сначала холодная вода, потом парная, потом опять холодная вода. Медатьечку почитай, формальруй. Сколько вы в парной находитесь, непрерывной? Ну вот, когда очень сильный пар, то 7 минут один слой очищается. Это значит, что в сильном паре надо быть не менее 20 минут. Но лучше так не делать, лучше брать пар, ну пар делать очень легкий. Сначала в воде сидите, вот если 22 градуса, то 40 минут сидите на все 5 в воде. Потом дальше идете в парной, ложитесь, лучше лежать. И при не сильном паре, если не сильный пар, то 10 минут один слой очищается. Вам надо быть 25 минут, 20,5 слоя очистить, и потом дальше воду опять холодную. Если вы почувствуете плохо себя, сразу выходите. Ну то есть не надо давать до совсем плохо, вот чуть-чуть тебе хуже становится. В воду, когда человек заходит, ему можно терпеть. Трясет, ничего страшного, можно терпеть, пробивает блоки. А в парной наоборот, терпеть не надо. Понимаете, вот такая методика. И заканчивать опять холодной водой надо. Если вы не заканчиваете холодной водой, не стоите долго, то опять вы перегреваете столько от пари и получаете нужного результата. Хорошо. Большое спасибо. Почитайте методичку, там все написано. Это на сайте, да? Да. Надо два слоя очищать по парной, можно два слоя очищать токсинов парной. Можно чиститься солнцем. Мы ходим каждый день по дочери. Это неправильно. Надо без головного гора, да? Да. Это неправильно. Надо как с солнцем взаимодействовать? Надо сначала в воду в ванне полежать, потом идти на солнце, а потом опять в воду. Вот вы от солнца можете перегружаться и от этого тоже может отостряться ситуация. Потому что солнце, им лечиться надо правильно, учиться этому. Солнце самое опасное, самое опасное лечение это солнце. Водой легко лечиться, не опасно. А вот солнцем опасно, что сначала вода, потом солнце, потом опять вода. Когда последний раз на солнце два часа были? Без облаков. Без облаков. Прям светило и вышли. Все пять дней вот ходили. Трансфурансовая такая? По два часа? Ну да, да, два часа. По восемьдесят годах выходит восемьдесят? Так нельзя делать. Надо раз в четыре дня, раз в шесть дней ходить четыре часа. Вы очищаете динамикой два с половиной слоя каждый день, а остальные два с половиной слоя у вас перегружаются и создаёте дисбаланс. Нужно ходить долго и редко. Так, двадцать один километр – это полная чистка организма. Надо ходить раз в шесть дней по графику. Остальное время можете в садику делать, можете зарядку делать, можете спортзалкать. Но именно длительную ходьбу, очищение организма, она пьёт раз в шесть дней, четыре часа неправильной ходьбы. Но чтобы не было дисбаланса, надо ещё в воде тоже находиться правильно и неподвижное положение тела делать. Это надо методически почитать, там всё написано, как правильно всё делать. И делайте всё по графику. И когда у вас всё будет нормально, всё начнёт налаживаться. А, душ холодный? Душ не очищает, нужно сидеть в воде, в стоячей. Душ тонизирует. Хорошо? Вот если вы садику не убираете, а чистите динамику и токсины, то вам становится хуже. Потому что первое, что человек всегда в жизни должен делать – это контакт с водой. Вода, неподвижное положение тела, с этого надо начинать и этим надо заканчивать. Вот я, допустим, в 17 километров пробежался, я потом в воду иду всегда. В воду иду потом. А если в Израиле я бегаю на ярком солнце, там в 25 минут один слой чистится. Это 2 часа 5 минут – все 5 слоев. То я сначала в воде сижу, потом пробежка, потом 5 воду. Что после солнца всегда вода должна быть, иначе она перегружает. Его надо… В ванной, какой температуры там это уже по состоянию? В ванной, чем холоднее, тем лучше. Но надо термометр взять и смотреть, сколько там находится. Потому что чем холоднее вода, тем меньше она быстрее чистит. Если, допустим, 4 градуса вода, она чистит за 4 с половиной минуты все 5 слоев. А если 20 градусов, то она чистит за 18 минут 5 слоев. Ой, за… 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 35 минут… 20 градусов за 35 минут чистит. А 28 градусов – 70 минут на цели. И это полный геморрой. Вот 28 градусов – это самое тяжелое. Вот самое лучшее – это прорубь. Залез 4 с половиной минуты и как огурчик. Потом после проруби всегда надо идти в парную. Потому что идти в парную примерно 15 минут холодно тебе. И ты лежишь, и у тебя полный приходит. Вот так классно потом расслабляет. А при работе? Мы когда… Я лекции читал в прошлом году… Летом я лекции читал в Казани. Или в этом году? Чуть я вообще запутался. Записан в типографию. Казань. Казань. В этом году, 1 июня. Я был в Казань. Блин, все уже позаповала. А, нет. Ну да, с 1 по 4 июня я был. И короче, в Казани 65 человек со мной поехало там… Есть такое голубое озеро. Из него вытекает речушка небольшая. Ну буквально там несколько метров. И мы 65 человек, в этой речке 7 градусов тепла. Представь, солнце светит, лето, а вода ледяная. И мы в нее зашли, 65 человек, даже дети, простояли там… Ну в такой воде 7 градусов надо стоять не 5 минут, а больше. Мы постояли там 8 минут, по-моему, или 10, я уж не помню точно. И там сразу на берегу была баня большая. Туда все поместились, все 65 человек в эту баню. Огромная баня. Там две парной стояли, две пареньки сразу. И мы на 5 слоев там посидели в бане. Кто-то на 3, кто-то на 5. И потом опять в эту воду. Так люди потом вышли и говорят, как заново убились вообще. И никому не плохо не стало. Все, все отлично, все отлично. Эта практика, она очень классная вообще. Точно так же мы сделали вот сейчас в Лос-Анджелесе. Залезли все вместе, там 15 человек, там такая, ну продвинутая такая баня. Там есть, ну, купель, которая там 7 или 8 градусов, что-то такое. Мы залезли все в нее. Побежали там. Там человека привыкают за 2-3 минуты. Привыкли все стоят. 15 человек, женщины, мужчины. Там такие бани, в купальниках можно вместе. И как бы постояли там. Потом пошли и парниют. Потом опять назад. В ледную воду. Отлично. Все прямо как заново выпились. Всем очень понравилось. Это очень классная практика. Найдите здесь баню с купелью. Попробуйте так делать. Где без бани? Ну, в Петеревске ездят. Там тоже 4 градуса. Где у нас сколько там? 2 градуса? Ну и все. Вот после 4 градусов, 4,5 минуты. Я пробовал в Белоруссии там СПА 0,2 градуса. Я зашел в ней тоже 4,5 минуты. После 4 градусов уже не меняется. Уже там будет 0,2, 4. Разницы нет. 4,5 минуты. Отстрелялся. И сразу в парню. И ваша сыта, она испарится сразу. Спасибо. Валерий Кеннадьевич, я посмотрела сайт. Скажите, как книжечка называется? И как ее скачать? Вот вопрос вообще. Может там про здоровый образ жизни ни одной книги нет? Значит, на сайт заходите, раздел «Материалы». В разделе «Материалы» методическая ПАЗОЖ написано в самом низу. Так, на сайт заходите, сверху написано «Материалы». Опускаете, нажимаете на «Материалы» и там разделы. Самый нижний раздел «Методическая ПАЗОЖ». Нажимаете на методический ПАЗОЖ. Нажимаете на методический ПАЗОЖ. Нажимаете на методический ПАЗОЖ. «Забрать» написано сразу, сверху. Нажимаете на «Забрать» и забираете. Я попробую. Итак, смотрите на меня подозрительно, как будто я… Я просто не бываю. Кто из вас уже взял методическую? Вон, смотрите, вон, все взяли уже. Спасибо за внимание.